В принципе, но вот нашли замену, я понимаю, в лице Элмара, наемного убийца, американец. Много действительно с прозвищем Хитман я видел бойцов, вообще особенно американского. Ну что-то у них какая-то нездоровая абсолютно любовь к наемному убийцу, непонятно почему. Ну, надо отметить, что Арман Аспанов это заслуженный мастер спорта по боевому самбо, очень титулованный боец. Двухратный чемпион мира. Боец, да. Причем он выиграл в России, а это о многом говорит. Отличный, отличный был бы, конечно, с Рассовым Мерзаем у них поединок. Но посмотрим, что покажет американский боец. Беге же еще состоится, но почему нет-то? Почему нет? Может быть. Ну, если договорятся, потому что уж 90% проблем человечества, то, что люди разговаривают, не хотят. Такой. Он такой заряженный вышел, дикий-дикий прямо. Элмар. Да, с точки зрения психологии, американцы, конечно, совсем по-другому относятся к поединку и выходят прям как на войну. Все-таки бойцы с Российской Федерацией немножко по-другому. Ну, нет, я, конечно, не скажу за всех, но в основном очень спокойные и сдержанные, если убрать от нашу школу именно. Неплохо сейчас так поигрался. Выступал в Беллатуре, честно говоря, я не помню. Не помню и не понял, почему после 88-го Беллатура он ушел в другую организацию, потому что он выиграл. Я бы понял, если бы он проиграл, а так он там товарища грохнул и, собственно, двинулся. Может быть, не предложили контракт или не те условия, предложили, на которые он хотел. Ну, может быть. Может быть. 9-7. Три досрочных проигрыша. Один за счет ударной техники, два за счет приема. Четыре проигрыша решениями. Хорошая, кстати, штука. Такой останавливающий удар по голени. Да, стоп-эйч называется. Отличная вещь. Джон Джонс мы увидели, как приняли. Да и очень много бойцов делает эти вещи. Из Савата штука. Вот в Савате они такие вещи исполняют здорово. И он очень хорошо отвлекает именно на правую ногу. Постоянно можно короткими движениями, да, вот, встречать. В бедро, в колено. А потом все можно обыграть. А можно ногу и сломать. Да, и либо сломать, либо дернуть. О, хорошо, сейчас провалил и наказал левым боковым. Аспанов. Ну и, да, для двукратного обладателя Кубка мира по боевому самбо, чемпиону Азии по джиу-джитсу. На платформе он дрался в тринадцатом году также вполне себе. Так что здесь конкуренция должна, безусловно, быть. Единственное, что я не жду от этого поединка, вот, какого-то сверх такого, дикого какого-то размена, несмотря на заряженность Альмара. Здесь, я думаю, будут подбирать дистанцию, но это в большей степени относится, конечно, к Арманову. А что будет показывать наш американский гость, мы сейчас увидим. Пока вот, ну, полраунда прошло, такая хорошая, довольно бодрая разведка. Пока что Аспанов больше так рассчитывает дистанцию, да, отмеряет ее и больше пробует с ног работать. Пока что мы не видели его работу рук. А Элмар не знает, что, пока что, как подойти к Аспанову, постоянно хорошее движение у казахского бойца. И много двигается. Это постоянно закручивается, много дергает, да, пока что, в принципе, КПД его очень низко. Сейчас по корпусу пропускает хороший удар. Пошел вперед Аспанов, заканчивает вертушкой. Уже раз за разом мы видим это техническое действие, видно, подготавливали к этому бою. Ну, хорошо, здорово. Его, безусловно, он сам прекрасно понимает, что скрывать бы неплохо за комбинацией. И соперника неплохо бы для начала подразмять. Потому что хорошо, если получится попасть. Ну, раз не попал, два не попал, три не попал. И оппонент видит, что ты ее крутишь постоянно. Очень мне импонировало именно техническое действие от Акопа Степаняна. Вот кто умел действительно скрыть удар... Артур Гусейнов. Да, и Артур Гусейнов, конечно. И вот эта комбинация с Торнадо, там, трехударная. Если она попадала, человек улетал без сознания сразу. Другое дело, что Артур частенько подводил у меня функцию. И у Акопа Степаняна, да, безусловно, это тоже человек совершенно феноменально. Ну, про Корешкова. Да, Андрей Корешков очень любитель. Андрей, еще уникальный в этом смысле. Просто уникальный там. И растяжка потрясающая, и вес, и как он убивал тогда в финале Гран-при товарища ногами. Это просто был шедевр. Я комментировал. Тут бой, я помню, там, просто эстетическое удовольствие совершенно потрясающее. А вот эти стопы же уже делают свое дело, уже опускает руки американский боец. И вот довольно расчетливо, обратите внимание, работы в исполнении Армана. Пробил, ну, как бы, ладно. И дальше поработаем по дистанции. Извини, говорит, попадание, да, попадание в пахту было. Поставил ногу на клетку, оттолкнулся от нее и ударил в пах, конечно. Не хорошо. Такие вещи интересные мы видим. Не, ну, случается, я думаю, что все-таки это... Ну, извиняется, я думаю, в принципе, на ход событий не очень сильный был удар. И плюс учитывать, что есть защитная амуниция у Аспанова. Давай, господа, повершите бойцов на воле спинтали! Ну, вот вы знаете, этот поединок, конечно, совершенно другого качества, совершенно другого... Отлично! Прекрасно! Показал уже руками. Показал атаку руками и вместо этого еще один удар. Если честно, мне кажется, что Арман Аспанов может в любой момент завершить этот поединок. Ну, в принципе, решил либо показать... Не знаю, шоу, да, красоту, отблагодарить публику как-то. Ну, мое личное мнение, что любая серия из рук, которая закончится ногой, приведет к нокауту в этом поединке от Армана Аспанова. Ну, плюс обратите внимание, я согласен, Алексей. Согласен. Посмотрите, что он сейчас делает. Он по факту выигрывает первый раунд, выигрывает пока поединок. Какие-то действия движения. В самом устопочке. Да, можно сказать, одной ногой. В общем, да, правой ногой. Совершенно изумительная идея. Абсолютно неожиданная. Ну, способность удивить противника – это полпобеды. Потому что сейчас Элмар готовый к размену, к клинчу, к, возможно, какой-то плотной борьбе. Он вот к данному развитию событий попросту не готов. Не успел здесь высечь. Плюс растяжка здесь, конечно, спасла. Здесь бэквист хорошо не довернул, а то получилось бы, как и Ньютона. Тоже, да, полубоком, в таком каком-то полувялом состоянии. И потом скручивается, и оппонент падает от бэквиста. Тоже, конечно, маленький шедевр тогда ему, ну, или вполне. Ну, Ньютон чувствует бэквисты, наверное. Никто так не делает их, как мистер Ньютон. Ну, мистер Ньютон тогда много чего. Много кому доказал, особенно после второго поединка. Ну, к сожалению, вот помним Белатар Динамит, там, где Глори совместно делал с Белатаром. Он проиграл, у них была четверка, это и проиграл он Рашиду Эвенсу, а Филу Дэвису, перебежчику с UFC, который и выиграл, в принципе, эту четверку и стал чемпионом Белатаро в этой весовой категории. В финале, напомню, что одолел Лайан Мамагири, который выиграл Тита Артиса. Лайан Мамагири вообще, в моем понимании, это был один из самых перспективных персонажей, то есть вот супер. Ну, на фоне Белатаро так и есть, но Фил Дэвис приехал и показал, на что такое уровень UFC все-таки. Вообще, не оставил просто никому ни шанса в этой четверке. Хотя Мамагири там смотрелся фаворитом-фаворитом, причем без всяких вариантов. Мы очень удивились, когда он Тита Артиса засмитил в первом раунде. Ох, какой неожиданный удар коленом. Это такой ортодоксальный прием из Муаттай, я бы сказал. Да-да, мы помним фильм, вот этот замечательный. Лонгбак. Лонгбак, где с локтями там товарищ чудил совершенно потрясающе. И это вот что-то было похоже коленом и локтем сверху. Да, но и многие используют до сих пор эти, но это больше в тайском боксе, в ММА я практически этого не видел. И так нестандартно было от американского бойца вообще это увидеть. Видимо, тоже смотрел кино. Возможно, да. Сейчас хороший удар был в область печени. И сейчас пропускает Хитман тяжелые удары. Пошел вперед Аспанов. Все-таки решил довести это дело до нокаута. Хорошая серия и лежит на полу американский боец. Пошел добивать. Ну, дорабатывает, дорабатывает. Дай перекрыться. Пока все мимо сумбур. Ну, вот, зажал. Да, уже, я думаю, что уже стоит останавливать поединок. Тяжелейшие удары сейчас пропускает Лорен. Ну, я думаю, что на этом миссии Хитмана закончилась. Сейчас Хванов выигрывает нокаутом в этом поединке. Вот это тоже называется класс попал. Причем, мне показалось, определяющим было как раз попадание в печень. Да, я полностью согласен, что левой ногой и с правосторонней стойкой в печень был очень сильно. И видно было по лицу, как скрючилось американца Элмара. Я думаю, там уже осталось дело за малым. Ну, собственно, да, главная задача на тот момент была какая? Не отпустить. И Арман снился с отца своего опыта. Я думаю, как раз находит. Сразу включился. Ну, чтобы сопернику даже не дать ничего с ним сделать. Была попытка в исполнении Элмара подкрутиться, уйти, залезть как-то там внутрь. Ну, уже без вариантов было. И смотрите, Элмар показывает, что удары были по затылку. Ну, это, знаете, в пользу бедных. Да, и я считаю, что это неповедимый для Хитмана. Слушай, действительно, взялся на нем. Миссию, да, миссию перегружения. Да, 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 стать не просто достоином. Ну, тем более, судья сейчас показывает, что он все это видел. Просто апеллировать не очень. Да, и такая с затылком своеобразная ситуация всегда. И нельзя бить по затылку. Но когда человек обьешь по лицу, а он поворачивается затылком специально, ну, остается вопрос, куда бить, если... Тем более, вы знаете, в момент удара, если человек разворачивает голову, это факт его личной биографии, чем он тебе поворачивается. Гладить начинает, что ты по этой затылке. Хороший коллег из лицом, да? И тебе нос сломает. Да, да. Ну, так что же... Я бы сказал золотое право. Не хочет, чтобы тебя били по затылку, не поставляй за затылок. Поставы затылок, да, это уже... Тем более, что сколько раз, я помню, кстати, то, что полиция не объяснила в свое время, на все абсолютно запрещенные приемы вы судье, скорее всего, ничего объяснить не успеете. Он это показывал с удушающим, когда давление на челюсть было. Говорит, ну, где запрещено? Ну, говорит, ложись. Говорит, взял удушение за него. Ну, давай, рассказывай судье, что тебя дашь. Он говорит, ты можешь рассказать, в случае будет. И потом никому ты ничего не докажешь. Поэтому здесь нравится этот джоу. Не нравится, было там, не было. Это абсолютно принципиально. Тем более, что проиграл он все-таки не из-за удара в затылок, а из-за того, что его Цинкар Аспанов отправляет отдыхать посредством своей мощной ударной тюрьмы. И с седьмой победой Арман Аспанова, и ваш прайд с победами.